К другим темам. Базиликки и руккола для вахтовиков. Ученые разрабатывают проект локальной фермы. По его задумке, редкие виды салатов и зелени можно будет выращивать даже в вагончике на месторождении. Растительные культуры не потеряют питательных веществ, уверяют научные сотрудники. Все подробности в репортаже Светланы Чанцевой. Кудрявая петрушка и ароматная руккола. В одной из университетских аудиторий студенты спрятали редкие салаты и зелень. Выращивают лабораторные растения на секретной ферме подальше от любопытных глаз. Здесь наука разрабатывает идеальный рецепт. Некоторые виды культуры известны югорчанам только по учебникам. Например, индивий салат и цикорий. Он содержит множество полезных питательных веществ. Витамин С и А. Родины съедобной травы считают Индонезию и Северную Индию. Проектом локальной фермы занимаются ученые Сургутского университета. По заказу их бизнеса. А это значит, что скоро на прилавках в регионе можно будет найти необычную зелень для заправки блюд. Результатом проекта является не только непосредственно растительная масса, но и умная технология выращивания. Технология позволяет из семян получать растительную продукцию практически в любых условиях. Это могут быть удаленные территории севера и арктической зоны. Это могут быть вахтовые поселки. Это обеспечение полезной питательной продукции коренного населения нашего региона. Университетская ферма – это 14 видов салата и 10 видов зелени. За каждым пучком наблюдают научные сотрудники, студенты-биологи и химики. Главная задача исследователей – создать умную автоматизированную технологию выращивания растительных культур практически у себя дома или в ресторане. Важно, чтобы каждая коробочка с руколой и базиликом была богата полезными элементами. Данное оборудование разрабатывалось целый год. Мы тестировали лампы. Сейчас еще придет новая партия ламп, которые будем тестировать. Замеряем влияние света на растения, на их рост, на накапливание питательных веществ. Компания задбочена тем, чтобы максимально доставить продукт до потребителя, максимально свежим, сократить расходы на логистику. Анализ первого урожая показал – салаты богаты витаминами, чтобы выработать методические рекомендации по выращиванию зелени в домашних условиях. Ученым нужно еще время, чтобы проанализировать температурные режимы, время работы и мощность светодиодных светильников. До тех пор, пока будет не найден идеальный рецепт.